Кролиководческих хозяйств такого масштаба в России всего три. При этом потребность в диетическом продукте в стране огромная. Если в Советском Союзе на человека в год приходилось 2,5 килограмма кроличьего мяса, то сейчас потребление сократилось до 18 граммов. Занять эту производительную нишу вполне может Краснодарский край, считает руководитель предприятия. И рассказывает Венемину Кондратьеву о планах создать кроличью мегаферму. Сколько вы рассчитываете себе ставить окупаемость этого племени? Если мы говорим о запуске, как в первой очереди мы остановились, то это в районе 5 лет. Если мы продолжим строительство и после запуска второй очереди, то сокращение пойдет уже около 3 лет. Соответственно, необходимость строительства четко идет за собой. Чем больше объема сегодня производства, тем быстрее окупаемость проекта. Вот, Андрей Николаевич, в голове это не укладывается у многих. Вот здесь нужно, на самом деле, чтобы дошлось сегодня до наших всех сельхозтоваропроизводителей. То есть, особенно тех, кто хочет заниматься в том числе и животноводством, и в частности кролиководством. То есть, вот здесь, конечно, с вами согласен, что кооперация, она как никогда будет под спорем. То есть, чем бы они больше, тем они сильнее. Сейчас на предприятии производят полторы тысячи тонн мяса в год. Но эту цифру в ближайшее время собираются увеличить как минимум вдвое. Со сбытом проблемы сегодня есть. Мы сегодня много говорим о альтернативном животноводстве, конечно. И, конечно, кролики мы вводим на первый план. Вот вы оцениваете. Владимир Иванович, вы знаете, тяжело было, когда было одна тысяча кроликов. Когда еще только начинал делать. Но когда работаем в промышленном объеме, когда мы контролируем качество мяса, когда контролируем качество кормов и качество вывода, то есть, соблюдаем полностью технологии, на сегодня сбыт полностью обеспечен. И я больше вам скажу, я бы мог продать даже сейчас, вот, в четыре раза больше того, что я имею. Наряду с кроликами в промышленных масштабах в Брюховецком районе выращивают уток. После реконструкции фермы в год там будут производить до двух с половиной тысяч тонн мяса. Мы даже умудрились, сейчас продаем перо. Перо пользуется спросом и в сухом виде его сейчас покупают по 80 рублей за килограмм. Я вас слушаю, знаете, я понимаю, что у хорошего хозяина ничего в бусор не выбрасывается. Поэтому у вас и прибыль есть. А в противном случае, кто плачется, которого вечно нужно компенсировать убытки, затраты, голову нужно компенсировать, отсутствие желания где-то рисковать и быть активными в жизни, вот это уже не компенсирует власть. Все, что можем компенсировать, и даже убытки, а вот отсутствие мозгов, ну никак не компенсирует. Но развивают в муниципалитете не только животноводство. Главе региона проводят экскурсию по новому тепличному комплексу, где сегодня выращивают огурцы. Подобными производствами местные власти рассчитывают ударить типа безработицы. На 30 гектарах можно создать одномоментно тысячу рабочих мест. Это очень серьезный потенциал для того, чтобы была занятость населения. Причем люди зарабатывают здесь достаточно хорошие средства. В чем у вас может быть фишка в вашем районе? Если вы сегодня на этой площадке с вашими свободными мощностями сможете создать аграрный кластер, здесь настоящий, а может быть агропромышленный, то, конечно, вы резко экономику вверх рванете своего района. А они ее опленные локомотивы. Могут быть сейчас пока локомотивчики, но надо, чтобы они скорость набрали. Стержнем экономики района Вениамин Кондратьев называет агропромышленный комплекс. Наряду с высокими показателями по производству молока и урожаем овощей муниципалитет по темпам развития чуть ли не самый последний в регионе. Прибыль предприятий снизилась, а зарплата меньше, чем в среднем по краю, едва ли дотягивает до 25 тысяч рублей. В то же время местные власти размещают на сайте госзакупок заказ на автомобиль люкс-класса, что вызывает недоумение у губернатора. Мне пишут, что здесь размещена информация о планированной покупке автомобиля за 3,5 миллиона рублей. Ну, зачем он нужен? Я попросил тогда посмотреть аппарат управленческий, какой в районе процент. То есть 6,6 в целом в районе, по краю 6,2. Зачем такой штат управленцев, если эффективность их управления ноль? Или тогда уже выдавать результаты? Вы правильно делали нам заметку по поводу этих автомобилей. Но я скажу честно, не указывать характеристики товара, что предусматривает сам закон о закупках, мы не можем. В противном случае мы тогда за 2 миллиона рублей будем покупать желтые оки и на них ездить. Может, поэтому экономика у вас такая, если вы даже оку за 2 миллиона рублей покупаете. Власть сразмерно должна все эти траты делать. Я тоже пришел к губернаторам, его губернаторам и до сих пор езжу на Оке, правда, на Ауди, которая 2006 года. Знаете, я ни на чем не жалуюсь и не поменял ее. И вот на чем в гараже она была, там она и стоит. И ничего себе нового не покупаю. Бюджет района чуть больше миллиарда рублей. При этом половина суммы – это помощь края. Но даже в таких пропорциях денег не хватает, чтобы решить все проблемы муниципалитета. Району срочно нужно выходить из спячки, говорит Вениамин Кондратьев, и научиться зарабатывать. По 528, будь даже 8 миллионов собственных средств, 650 миллионов чем-то мы вам добавляем. Но я еще раз подчеркиваю, это на защищенные статьи добавляем. На социалку, на зарплаты. Там, где однозначно мы не добавить не можем. Это для того, чтобы прожить. А чтобы хорошо жить, конечно, и вы должны зарабатывать. Край проводит агрессивную политику по примечению инвестиций. Агрессивную политику. То есть там, где можно притащить инвестора за руках, мы тащим. Но еще раз подчеркиваю, вам дается первое право, возможность самим залезть в те ниши, которые сегодня не заняты. Только потом, когда они займутся, не кричите о том, что у вас какую-то возможность забрали. Вы просто не воспользовались этой возможностью. Проблемы в экономике выливаются в проблемы социальные. И в первую очередь это отражается на здравоохранении. Муниципалитет – лидер посмертности в крае. А из зала каждый третий вопрос звучит про качество медобслуживания. Бывший врач районной больницы рассказала губернатору о сокращении ставок в туберкулезной службе. На приеме пациентов остался всего один медик. И когда он уходит в отпуск, больным просто некуда идти. А где должны больные в отсутствии медсестры сейчас давать кровь? В общем процедурном поликлинике? С беременным, с другими? Где они должны? Главврач района должен этими вопросами заниматься или нет? А я обратилась непосредственно даже уже не работая во взрослых. Вот если он не хочет этими вопросами заниматься, то конечно… Обращалась я к нему. Знаете, мне сказали, а почему вы воспринимаете это так, как личную трагедию? Это вам… Так, Алексей Александрович, вставайте, поясняйте ситуацию. Изначально. Значит, вопрос в одном. Эпотезиатора найти, конечно, достаточно сложно. Сейчас тоже уже есть резюме от одного специалиста. Поэтому в настоящее время, чтобы эти пациенты не остались без присмотра, так скажем, их ведут врачи-терапевты участковые. По порядкам оказания помощи ровно столько ставок сейчас составлено. Я так понимаю, что сам подход, он неконструктивный. Нужно коллега обижаться, но я обычно вгрызаюсь в проблему и в тех, кто не хочет ее решить. А вас не увидел. Он просто устал. Я вам просто советую его, поменяйте, и многое изменится в захоронении. А как люди хлопали, вот на весь ответ. Пересмотреть работу глава региона рекомендует не только в районной больнице, но и в целом изменить отношение ко всей социальной сфере. А повысить уровень жизни населения станет возможным, если решить те самые экономические задачи. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Москаленко, Денис Перец, Кубань, 24, Брюховецкий район. Денис Перец, Кубань, 24, Брюховецкий район.